Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о самой великой радости, что за грехи людей умер Христос, который вчера рождение отпраздновали. Мы об этом знаем. Знаете. И Он воскрес, будучи распятым, и взял грехи мира на себя. И говорит, кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. А осуждён – это значит в огне сгореть сатаною, а спасённый – значит быть в раю с Богом. Что у вас за вера? Мы верим православные, у них сектанты. Сектанты не крестятся рукой, а мы с бородами. Это значит не баптисты. Уже внешне видно, что мы православные. Мы просто не разбираемся в этом. Если у вас будет желание поближе познакомиться, вы можете зайти на наш канал. Он называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Мы отмечали рождение Иисуса Христа, Рождество. А сегодня мы снова сюда, сейчас рулетку пришли. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Самая великая радость. Бог даёт прощение в нём. Кто будет веровать и креститься, спасён будет. Спасён. Кто не будет веровать, осуждён будет. Это Евангелие от Марка, 16 глава. Понятно. А вот Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3,6, говорит «Верующий в Сына Божия Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Неверующий во Христа, в Сына Божия не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Ему мучиться с сатаной в огне день и ночь бесконечно. За каждое слово, за матерок, за всё. Мы пришли возвестить радостную весть людям, что Иисус Христос родился и умер за грехи людей. И в третий день воскрес. Вы же знаете, что наша эра, 2020 год, от Рождества Христова. Мы свидетельством о великой радостной вести, что Иисус Христос родился и был распят за грехи людей и в третий день воскрес. Чтобы люди жили для Бога, а не для блуда. Рассказать людям. Хорошо, я вам много дам полезного. Говори, пожалуйста. У тебя 50 рублей не будет. Почему же это не будет? Я получаю пенсию большую. Восемь тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки. А дашь 50 рублей, не хватает. А за что тебе дать-то? За то, что он красивый. Кто красивый? Рубль? Я красивый. Рубль. А зачем просить-то? Вот у меня такая пенсия, 81-й год, и я не прошу. У меня отец... Я вообще в детдоме. Я сейчас отвечу. У меня отец вернулся с фронта, вот так, руки нету. И нас в семье 10 детей было. И никогда не просили, а подавали. Написано... А у меня в детдоме, у меня ничего нету, мне ничего не дают. Пойди работать, пойди на стройку, где угодно, ты будешь... А его не пускают, он инвалид. Они берут, инвалид. А какой ты инвалид? С чем болеешь? У меня ног нету. А ну-ка покажи. Ноги? Ну да, покажи, что ног нету. У меня нету, братан. Ну, где? Это ваши ноги? Вот. Не знаю. Так, а вы потеряли и прижали их? Нет, оторвало. Оторвало, когда в машине ехал, в аварию попал. Понятно. Так вы же пенсию получаете больше моей. Нет. Как нет? Какая пенсия? Пенсия какая? 6 тысяч. А где живете? В детдоме. Не знаю. Я живу в городе Барнауле. Ну, пенсия-то самая маленькая 8 тысяч. А 6 тысяч такой и нету. А инвалидам дают больше. Так ты на государственном обеспечении, может быть. Да, я в детдоме. Мне тут не всю пенсию дают, поскольку что-то это не дают. Ну да, все. А то тебе зачем деньги-то? Когда ты поесть, тебе дадут. Не надо. Не прости никогда больше. Пиццу хочу. Там кормят вообще не вкусно. Я тебе посоветую. Не прости никогда. Я этого боюсь как огня. Мне 81-й год. Я столько... Нет, скверные слова. А согласно... Отрицаю. Извините. Доход не будет Богом. Не художе. Но согласно Слову Божию, за всякое праздное слово придется отвечать на суде Божьем. Вчера мы отмечали день рождения нашего Господа Иисуса Христа. Это грех. Я каюсь. Не надо больше так. Ну, не надо. Они смеются, знают, чтобы вы выламываетесь. Вон, она, видишь, падает. Рот зажимает. Деваха. Можно ли не исповедоваться? Можно. Перестань глумиться. Пойди рядом, где церковь, к священнику и скажи. Я придурялся всю жизнь. Наложи на меня эпитемию. И он тебе скажет. Неделю не пить, не есть, что с тебя дурь вышла. Можно вам исповедоваться? Я не священник. А во-вторых, заочно не исповедуется. Я сам исповедуюсь. Мне это срочно надо. Срочно? Сначала разгони вон тот гарем свой. Это не гарем. Это мои друзья-алкоголики. Ну, ладно тебе. Ты знаешь, что сейчас рулетку кто изобрел? А фашисты? Это Андрей Терновский. 15-летний двоечник. Антихрист, да. Нет, это хорошее место, где мы находим много людей, которых сатана сюда загнал. Но можно вывезти? Я вот пятый месяц здесь работаю. Здесь половина людей голые валяются. И процентов 90 мусульмане. Я мусульман спрашиваю, а вы зачем здесь? Ну, познакомиться. Кого знакомиться? У тебя дома 4 жены. За каждую надо колым платить. А тут 44 голые. И даром. И вы тут южные жеребцы на северных кобылах пашите. Это ужасно. Это ужасно. Так, если у вас будет желание встретиться, по-хорошему, когда трезвый будешь совершенно. Есть. Так, Игнатий Лапкин в скайпе. А если ютуб-канал во свете Библии Игнатий Лапкин? Это самый большой канал во всем интернете. Великую радость, какая возможна на земле, что за наши грехи умер Христос распятый и воскрес для нашего оправдания, когда мы молимся, просим прощения. Серьезно? Да. А вы что, не молитесь? Как можно отрицать то, что самое дорогое? Представьте, узник сидит. Пришла амнистия, дверь открыта, а я не буду. Я не верю. Ну, так и сидеть будешь в этой тьме. Вот это образное выражение. Человек окружен бедами, грехами. А Господь умер, взял все на себя и говорит, я прощаю. Я ответил за этот грех. Ты только покорись мне. Живи по заповедям Божьим. Меня вы видите? Вы больны? Лежите просто. Не можете встать. После похмелья Нового года, наверное, да? Да, нет. А тут половина мужиков голые лежат. Ничего нет, кроме пояса. Ниже пояса. И процентов 90 мусульмане. Это шья трулетка, это мусульманская. Самое блудное, все сюда собралось. Блин, ну вы какой-то неправильный проповедник. А как неправильно-то? Написано, никакой блудник, пьяница. Мы должны сказать. Есть мусульманская религия. Да не религия речь идет, а грехи идет. Я о религии не разговариваю даже. Зачем бы так? Я говорю, что люди здесь кто? И с ними мы беседуем. Он говорит, а я мусульманин. Я показываю Библию, а я мусульманин. Я говорю, тогда у тебя другая книга должна быть. Ну да, начинает смотреть. Я говорю, считай. Не может прочитать. Какой же ты мусульманин? Материца. Я в 2-3 раза старше его, а он материца. Ну какой мусульманин? У них всегда уважали Аксакалов. Ну, а вы почему пришли к этой? Еще раз говорю. Господь Христос сказал. Нездоровые, а больные имеют нужду во враче. И мы сюда пришли для того, чтобы возвестить людям, как спастись от этого разврата. От этого разврата? Вы понимаете, что его нет? Да я имею в виду блуд. Открыто женщины сиськами трясутся, совокупляются, как скотина. Мужики тут половину анонизмом занимаются. Ну так вы к этому пришли, что Бога-то нет. А раз Бога нет, значит, все позволено. А после пищеварительного процесса сойти в могилу. И за смертью обрящают лишь смерть, как Достоевский говорит. Ну, в принципе, да, правильно он тебе говорит Достоевский. Если Бога нету, остается один сатанизм в башке. Ничего не признают. Ни молитвы нету. Ни настоящего духовного настроения. За время перестройки только в Российской Федерации произведено 120 миллионов абортов. Что непонятно-то? Страна исчезает в женской вагине. И только блуд и блуд. У мусульман в среднем 8,1 ребенка. А в Европе и у русских 1,8. В Российской Федерации есть только один глава администрации, который запретил аборты делать. Кто это? Кто такой герой выискался, который встал на защиту человечества? Знаете кто? Ну, да. Кто? Ну, тут соглашусь, да. Рамзан Ахматович Кадыров. Это герой. Не потому, что героя присвоили. Он по натуре герой, по действиям своим герой. У меня благодарность от него пришла. Рамзан Ахматович Кадыров, герой. Я сказал... Вам какие-то слова не расслышали? Я сказал, в Российской Федерации только один глава администрации запретил аборты на государственном уровне. Рамзан Ахматович Кадыров. Слава Богу. У меня благодарность от него пришла. У меня вышло из печати 38 табов книг. Я подарок ему сделал. И он ответил... Недавно он православный храм открывал. Возле какой-то реки или озера, я не понял только. Сам там в открытии. Хорошо. Можете мне сказать, что в чем герой? Что, как? Можете мне сказать, что в чем герой? Где я нахожусь, какой город? Нет, 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 нет. Кадыров в чем герой? Понятно, что-то не совсем ясные слова. Потихоньку, не торопитесь, скажите. Кадыров в чем герой? В том герой, что он заслонил страну от того нашествия, которое шло с юга. Сколько взрывов было везде. Он герой настоящий. В том смысле, как понимают люди, он патриот. Мы там были несколько раз. У меня вышли книги. Я, Господь, положил мне на сердце подарить библиотеке мира. И мы из Барнаула, где я нахожусь, Алтайский край, прошли до Левостока. Потом... И мы посетили 650 городов и сел. Шесть мусульманских республик. В Баку в доме мулы ночевали. Хорошо. Скажите мне хоть одну заслугу, Кадырова. Хорошо. Ну, не его отца. Да он пришел-то на какие развалины-то. А теперь что там есть? Вы сами, если бы побывали там, вы бы сказали да. Он им еще построил... Попались люди, которые на него покушение делают. Он везде допрашивает, говорит. Едет, где штраф какой, сам стоит и платит. Я сказал, заслуги не его отца. Я не понял, что я говорю о Рамзане Ахматовиче Кадырове. Почему он герой? Который старше? Я не совсем понял. Или младше? Или младше? Знаете, что-то непонятно. Вы где-то там внизу лежите, то ли из-за этого, то ли еще... Да, скорее всего... Далековато у вас микрофон, наверное. Так лучше видно? Так хорошо, лучше слышно. О, все. Старший Кадыров? Старший Кадыров? Да. Ну, старший-то, он взорван, погиб отец. Он говорит, у меня все родственники погибали, и меня тоже, говорит, убьют. Он прямо открыто говорит. Он никого не боится. Так он бы ничего и не смог убить старшего. А вы знаете, когда взорвали, там и генерал погиб, и все, на стадионе-то. А Ахмад-то, он тоже был герой Российской Федерации. Но я не о нем говорю. Дело в том, что у нас, у христиан, есть спаситель мира, Христос, который умер за грехи людей. Ни в одной религии нигде этого нет. Он взял наше беззаконие, и ранами его мы исцелились. Он даровал амнистию грешникам. Иисус Христос. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Апостола Петра спросили, что надо делать? И он показал три ступени. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. В этом весь смысл жизни. Я в 23 лет просто верил. Евангелия у меня не было. А в 23 года мне впервые попала Евангелие, когда я работал на корабле, учился в мореходном училище. И уже через полчаса я был другой человек. Никто не уговаривал. Я нашел то, о чем только думал. Всю пустоту он заполнил собою. И мне Господь позволил 38 книг издать. Но я еще до 1980 года на пленке насчитывал книги и размножал. И архипелагу ЛАК распространил в первой стране. И брал интервью репрессированных. И власти отреагировали как надо. Так, что же тут такое-то? И орхипел. И... Продолжение следует...